всем привет друзья сегодня 21 февраля утро 9 утра отправляясь за автомобилем повезем белу к ветеринару дружок меня уже ждет сосиска поломалась держи здравствуй здравствуй на еще солнышко светит но какой-то туман у нас что ли но и прохладно ветер прохладный пока дошел щеки замерзли друзья всем привет мы утречком едем ветклинику в общем лечение наших соплей продолжается вернее соплей белочки но и оле такая же петрушка вот в общем лечим их обоях не знаю что это за за напасть на нас зацепилась да скажи полочка носик вот течет и все мы уже многие в комментариях пишут типа надо срочно антибиотики дело в том что антибиотик мы пропили еще десять дней назад мы пропили результатов принципе как такового не было мы прошли то лечение которое проходили если вы помните но если давно на нашем канале в декабре какого это было 20 года года мы ездили на выставку с белочкой и у нас тогда тоже после выставки мы подхватили какую-то инфекцию на выставке это легко сделать потому что так скажем судья смотрит зубки и все одними руками грубо говоря не обрабатывая поэтому от рук от рук и собаки там заражаются поэтому мы подхватили скорее всего вот эту инфекцию и этот раз мы сразу же начали лечиться тем самым лечением которое у нас было вот именно тогда в декабре мы лечились тогда у нас очень быстро все прошло в принципе заложенность носика и все и как-то мы думали что этот раз также быстро вылечимся но после того как мы прошли готовить тот курс лечения у нас все равно остались сопли поэтому мы поехали в клинику нам назначили другое лечение и там лечение больше основано на устранении если есть какая-то аллергическая у нас реакция у Беллы то есть мы противоаллергенный препарат пили и плюсом мы пили препарат который поднимает иммунитет вот уличные собаки же такой степени не болеют или как-то себе сами находят лекарство да но вообще у собак иммунитет гораздо крепче чем у человека и справиться в принципе он должен с любой инфекцией сам то что у нас есть снег она это тоже в принципе нам и директор сказал что это нормально и они к этому ко всему адаптированы вот поэтому не знаем где мы смогли подхватить эту как таковой с собаками мы особо не общаемся ну понюхать меточки какашечки и все остальное мы можем от их вполне и от этого подхватить но в то же время мы также могли в принципе заразу принести с обувью как то наверное в общем что конкретно мы не знаем сегодня поедем сдадим анализ крови и сделаем рентген грудной клетки ну наверное чтобы исключить дневмонии в общем когда нас с прошлым лечением отправлял ветеринар домой лечиться сказал что вот по истечении 10 дней как пройдем лечение если вдруг у нас сопли не пройдут мы едем повторно и уже сдаем анализы так что едем надеюсь мы нам ненадолго быстренько все сделаем и возможно все-таки получим новое назначение новое лечение и закончится у нас эпопея с насморком потому что мельчонок себя очень некомфортно чувствует у олюшки тоже насморк есть но у оли мордашка такая более плоская чем у бы привыкшая наверно вот такому состоянию знаете как бульдоги они такие ну похрапывают посапывают вот у оли тоже есть такое то есть это вот в анатомия все-таки присутствует и она возможно как-то вот если даже у нее сок не появляется она как-то к ним более приспосабливается что ли а у беллы если не дышит нос и и жуткое волнение начинается чуть ли там не задыхается и паника у нее и она прям видно что она боится этого состояния хочется конечно ей облегчить все это дело еще знаете хотела на какой вопрос очень часто в комментариях детки пишут что вот я там уже накопил столько-то денег не чуть-чуть не хватает я куплю себе шпица купить собаку одно нужны еще деньги для того чтобы ее потом задержать не дай бог в ветклинику вести всяко может быть ну как бы собаки не как люди также и всякую инфекцию подхватывают и переохлаждение им свойственно и что-то схватить свойственное да и всякие бывают травмоопасные ситуации и ветклиника это дорогое удовольствие поэтому детки то что вы накопили на собаку и купили если ваши родители не готовы купить собаку потратить деньги на нее то они не готовы содержать вашу собаку не готовы едет клинику оплачивать будут поэтому вы уж подрастите когда станете самостоятельными начнете зарабатывать сами денежку тогда заведете себе и собаку и кота и кого угодно потому что на самом деле не дай бог чтоб ваш питомец болел потому что ну это расходы у собак как у нас нету полюса чтоб хотя бы какому-то там бюджетному врачу сводить за рубежом да есть более у нас я просил за я в россии здесь идем и платим денежки иногда очень даже большие денежки поэтому не просто достаточно купить и все нужно понимать что это тоже статья расходов в вашем бюджете определенная поэтому если готовы к таким тратам туда если нет то лучше не заводить питомца так но мы уже подъехали паркуемся дорога не очень вот мы уже показывали неоднократно сейчас при паркуемся и пойдем вид клинику включимся уже там сдали общий анализ крови рентген в общем-то нам не надо делать потому что как бы к соплям скорее всего никакого отношения это не имеет возможно какие-то другие будем анализы может быть даже мазочек из носа будем но пока учат общий анализ крови будем 20 минут ждать там видно будет что нам очереди да нет скажи я только пискнула когда мне но перетягивали жгутом видать шерстку захватили я молчала скажи я вообще ждем результата анализы да мы вышли от ветеринара но что все подробности наверно чуть позже дома расскажем тут особых подробностей в принципе нет у нас что мы сдали общий анализ крови у нас все хорошо небольшое там есть отклонение где нам скорректировать то в целом все в принципе порядке никакой инфекции даже какой-либо вообще нету то есть это как бы нос с какими-то там пары грибами всяким этим этого нету вот и вообще в целом ведь врач сказал что собака выглядит здорово и мы хотели обойтись без подключения еще раз антибиотиков мы решили что все-таки мы наверное их подаем чтобы помочь все-таки справиться может быть с каким-то насморком но насморк может все-таки быть связан с разными причинами в том числе бывают и полипы в носике и то есть как бы какая-то просто инфекция вот именно в носу посмотрим назначили еще одно лечение на 10 дней инородное тело мы тоже думали что вдруг что-то у нее в носике попало ну она говорит что как правило инородное тело уже себя бы проявила ну тут у нас вот с одной ноздри как бы немножечко вот подтекает не знаем с чем связано будем дальше лечиться пробовать сколько задали мы у нас она за прием сейчас не брали с нас мы отдали только за кровь 1200 и 500 рублей у нас вышли препараты но нам нужно будет еще кое-что в человеческой аптеке прикупить вот 1700 уже есть да тут тут надо полагать что если не дешево заболела да это нужные денежки поэтому чё белочка поедем домой кушать хочется да мы еще скажи не ели сегодня да ничего собачку мы все не ели солидарны с белой поэтому сейчас домой завтракаем спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь что вам понравилось если это так то ставьте пальчики вверх нам будет очень приятно делитесь этим видео у себя в соцсетях это лучшая поддержка каналу она сегодня у нас все всем пока и до новых встреч